спасибо большое очень приятно быть сегодня здесь с вами видите столько хороших интересных удовлетворенных лиц и тема на которую я сегодня предполагал поговорить рассказать вам причем так сказать максимально интерактивном режиме я постараюсь не слишком долго рассказывать лучше поотвечаю на вопросы если они у вас будут надеюсь что будут это инновационно-технологическое предпринимательство вообще о том что оно такое и как какие очертания она сегодня имеет в нашей стране значит на самом деле вот на этом слайде нарисована некоторая схема честно признаюсь сразу что это не я придумал это переведено со стандартной слайда университета berkeley в кремниевой долине в калифорнии о том как работает типовая схема венчурных инвестиций в кремниевой долине в наиболее известном так сказать инновационном мировом инновационно-технологическом центре а особенностью этого рисунка является то что в самом центре так сказать фигурой вокруг которого крутится вся деятельность и на вот центра инновационно-технологического предпринимательства находится собственно предприниматель а вокруг него крутится вот так условно изображенные здесь два вида разного капитала это капитал денежный и он для того чтобы можно было создавать новые новые продукты новые технологии новые проекты является условием абсолютно необходимо но при этом совершенно недостаточно потому что для того чтобы вся система заработала нужно чтобы кроме денежного капитала вокруг предпринимателя крутился еще человеческий капитал те люди которые собственно способны новые разработки создавать разрабатывать выводить на рынок продавать на этом рынке продвигать выращивать компании из маленьких стартапов большие корпорации и собственно вот этот процесс он является таким циклической спиралью потому что подавляющее большинство бизнес ангелов и венчурных капиталистов это люди которые занимаются такого рода деятельностью уже в течение многих лет за плечами у которых как правило по крайней мере там один два проекта реальных технологических стартапов которые они успешно провели вышли заработали на этом какие-то деньги рано или поздно начали заработанные на своем бизнесе деньги вкладывать чужие бизнеса сначала свои деньги а потом по мере роста к ним доверия их репутации как успешных участников технологического рынка чужие деньги потому что венчурные фонды то что называется венчурными капиталистами на самом деле далеко не всегда а вернее далеко не большую часть денег своих проекты вкладывают принадлежащих и они в первую очередь управляют чужими деньгами деньгами ну так сказать формально говоря из источников долгосрочного капитала из институциональных инвесторов а кто является крупнейшими в мире институциональными инвесторами давайте-ка я вам вопрос задам вот кто знает в чьих руках сконцентрирована большая часть международного так сказать богатства нет 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 пенсионные фонды пенсионные фонды и университетов знаете что такое эндаумент это фонд который нас средства с которого существует нормальный западный университет бывшие выпускники университета в некоторых случаях корпорации некоторых случаях благотворительные фонды вкладывают в эндаумент средства и университет не имеет права тратить эти средства но зато имеет право распоряжаться процентами которые с этих средств капают и поэтому у него должна быть внятная стратегия управления этими средствами потому что подавляющее большинство грантов стипендий и так далее оплачивается финансируется именно из средств эндаумента университета это общепринятый механизм финансирования академической деятельности а значит для того чтобы эффективно зарабатывать на управление чужими средствами нужно иметь внятную стратегию и управление финансами вы финансово промышленное нужно знать финансами надо управлять а если просто так банк положить под проценты такая стратегия никогда не будет оптимальной она может быть очень низко рисковый то есть вы такие деньги вряд ли потеряете если банк солидный но зато она никогда не будет высокодоходной потому что чем ниже уровень риска тем ниже доходность соответственно нужно иметь некоторый баланс между риском и доходностью соответственно поэтому определенную часть институциональные инвесторы в виде пенсионных фондов в виде университетских фондов на виде страховых компаний которые кстати говорят тоже собирают так сказать страховые взносы со своих клиентов имеют большие средства в распоряжении и другие типы институциональных инвесторов иногда это просто семейный капитал там крупных исторически давно так сказать существующих на рынке семей капиталистов управление управляющих компаний управляющих партнеров с тем чтобы построить сбалансированный портфель в котором есть и низкодоходные низкорисковые активы а кроме того есть и какое-то какое-то количество более рискованных но высокодоходных активов понятно что венчурные венчурные инвестиции именно такими и являются собственно венчур это по-английски это значит приключение правильно это рисковые инвестиции по существу но зато эти рисковые инвестиции могут в некоторых случаях давать очень высокую отдачу когда возврат в отличие там от банковских процентов или вложения в традиционные бизнесы типа сырьевых к примеру или даже металлургических машиностроения так сказать первых стадий передела могут составлять не единицы процентов и даже не десятки процентов от тысячи а в некоторых случаях миллионы процентов вот что такое венчурный проект это на самом деле вот определение такого общепринятого нет как-то интуитивно вот все понимают что вот проект там на google это венчурный проект а макаронная фабрика нет почему на самом деле довольно трудно определить но есть некоторые абсолютно четкие критерии если бизнес в который вы инвестируете хотя бы потенциально может дать нелинейную отдачу в возврате средств пропорционально некому вложенному ресурсу то такой проект потенциально венчурный а если этот бизнес абсолютно линейно зависит от объема какого-то ресурса разных типов сейчас я немножко уточню о чем может идти речь то такой проект венчурным не является вот в качестве примера что такое проект бизнеса с линейным возвратом на объем инвестиций например консалтинговый бизнес вот очень нужная очень востребованная вещь на которую можно зарабатывать хорошие деньги но консалтинговом бизнесе если вы хотите в два раза увеличить объем своего бизнеса свои обороты вам нужно нанять два раза больше консультантов абсолютно прямая линейная пропорция консультант за час своей работы получает n долларов соответственно если вы хотите заработать не x долларов а 2x то вам нужно либо повысить ставку консультанта тогда его перестанут покупать либо в два раза увеличить количество консультантов то же самое относится например к всякого рода образовательным бизнесом нужно нужно учебные центры прекрасно хороший бизнес во всем мире обучение сертифицированное всякие бей так далее то чем занимаются как сопутствующими бизнесами так сказать классические университеты то чем занимаются коммерческие бизнес организации центр при вендорах разработчиков продуктов очень хороший нужный востребованный бизнес но ситуация в точности та же самая если вы хотите в два раза больше зарабатывать на преподавании вам надо нанять два раза больше преподавателей